И до сего дня она борется за правду, за правду, которую искажают политики, в данном случае политики Азербайджана. И до сего дня она борется за правду, за правду. И до сего дня она борется за правду, за правду. И до сего дня она борется за правду, за правду. И до сего дня она борется за правду. И до сего дня она борется за правду, за правду. Меня пригласил Чингис домой, Чингис Мустафаев, с которым я до того познакомилась в Степанакерте во времена поездки Ельцина по Карабаху. Это был белаосень девяностого года. Я из Агдама приезжаю в Баку, вечером сижу у Чингиса. И Чингис показывает мне грубые кадры, которые он заснял в Карабахе. Ну, в Карабахе. У него глаза были квадратные. И говорю мне, да, ну ты понимаешь, что они сделали. Я теперь должен буду по боку носить каску, как это называется, бронежилет. А теперь я боюсь двигаться по боку без бронежилета. То есть он вам показал кадры, которые... На этих кадрах я видела Чингис летит на азербайджанском вертолете и сверху обнаруживает трупы. Между этими трупами шагает человек в военной форме и азербайджанского вертолета, на котором приземляется Чингис, не боится. Потом Чингис снимает этих людей сблизу. Как врач он мне показывает, как они были убиты. Я потом узнала, что они получили коридор из Ходжалы в направлении Агдама. Эти трупы были обнаружены на территории, которую руководили азербайджанцы. То есть это не в Ходжалы? Нет, они были обнаружены уже на азербайджанской территории. Близ Агдама, да? Да. И Чингис объяснял, как они были убиты. Позор. Осторожно. Февраль. Морозы. Хотя там климат не так страшный. Этих людей расстреляли в колени. Это самая страшная боль в колени. Чтобы не могли двигаться. Только один старик умер от увиденного. Видимо, на сердечное... Просто у него не были расстреляли ноги. Дети, женщины, старики все в ноги. Он, как врач, мне объяснял, что это значит. Это слишком длинная смерть. Но очень громкая. Эти люди были должны кричать от боли. Их должны были услышать эти народно-фронтовики азербайджанские, у которых был штаб недалеко оттуда. Они были должны это слышать, как они от боли кричат. Это материал подготовленный для международной конференции про Карабах, которая проходила в Европарламенте в Брюсселе. И здесь нарисована карта. Здесь аэропорт Степанакерта в Ходжалы. Здесь фронт тогдашний. Здесь коридор, который армянам предоставили этим месхатинским туркам, чтобы они прошли. Здесь даже железная дорога есть. И здесь место, здесь Агдам. И здесь место, где мой друг Чингиз Мустафаев нашел эти трупы. И это место на азербайджанской территории. Чингизу удалось, как бы, половину этих убитых увезти в Агдам. Он их обнаружил тогда было 29 дней в феврале, в этом году. В 92-м. И Чингиз мне показывал, как он вернулся до остальных трупов. И обнаружил, что в течение этих двух дней, которые он там не прилетал, их никто посмертно скальпировал. Зачем? Мои мозги это не берут. Мои мозги это совершенно не берут. Опять же, если это армяне, то это территория под контроль на Азербайджану. Да! То есть армяне должны были вернуться, чтобы скальпировать. Получается так? А зачем скальпировать? Просто я помню маленького мальчишку в какой-то розовой шапочке. Чингиз мне сказал, ты знаешь, я нормально, боюсь шагать по боку без бронежилета, потому что я заснял это. То есть Чингиз полагал, что это сделала не армянская страна, а азербайджанская. А он ничем не мотивировал, зачем это нужно было делать? Знаете, Вадим, если он прежней профессии врач, ему в мозге тоже это не лезло. Мы вместе были совершенно шокированы. И утром пошла на разговор с муталибовым. И после увиденного я не могла не спросить его про это. И он допустил, что это сделали народу фронтовики азербайджанские, чтобы его свернуть от власти. Что и сделали сразу после этого. И я тогда поняла, что этот разговор тяжелый для нас обоих. Что в Чехии этим никто не интересуется так глубоко. И что надо это печатать не в Чехии, а в России. Поэтому я договорилась со своими друзьями в независимой газете. Они сделали расшифровку разговора и напечатали. Номер из поэму. Дата. 2 апреля 92 года. Что сказал муталибов? Это там все есть. Вы знаете, я полагаю, что... И он допустил, что это сделали, чтобы его свернуть, чтобы просто создать... Да и не жалко получается им, потому что это все-таки не азербайджанцы, а турки-месхитинцы, которые сами жертвы... По мусульманским правилам, вы должны человека, который умер, сразу же похоронить. Нет. Они сделали нет. Они этих трупов держали в Агдаме. В таком домике. Я уже была в Праге, и потому что готовилась эта конференция карабахская на тему Карабаха в КБС. Там ехал наш министр иностранных дел. Вместе с ним там поехал мой коллега Мирик. Это уже не февраль. Их убили где-то ночью на 27 февраля. Они приехали в Агдаме с этим министром где-то в половине марта. Эти трупы там все время держали. Они уже воняли, страшно. Но их там и держали, чтобы показывать перед этой конференцией. Там второй мой коллега приехал, не помню с кем. Ну, с кем-то из КБС, с каким-то наблюдателем. Это было почти в конце марта. И эти трупы там за показухи держали еще. Месяц держим трупов, чтобы сорвать конференцию КБС про Карабах. Я думаю, все дело было в том, чтобы сорвать эту конференцию. А если это были месхетинские турки, я думаю, они бы жертвовали кем угодно, чтобы добиться того, чтобы сорвать эту конференцию про Карабах, которую потом отложили все-таки. Но это была первая международная проба что-то начать делать с этим конфликтом. И они ее сорвали. Вместе с муталибовым. Это материал подготовленный для международной конференции про Карабах, которая проходила в Европарламенте в Брюсселе. И здесь нарисована карта. Здесь аэропорт Степанакерта в Ходжоли. Здесь фронт тогдашний. Здесь коридор, который армяне предоставили этим месхетинским туркам, чтобы они прошли. Здесь даже железная дорога есть. И здесь место, здесь Агдам. И здесь место, где мой друг Чингиз Мустафаев нашел эти трупы. И это место на азербайджанской территории. Чингизу удалось как бы половину этих убытых увезти в Агдам. Он их обнаружил. Тогда было 29 дней в феврале в этом году. В 92-м. И Чингиз мне показывал, как он вернулся. Два остальных трупов. И обнаружил, что в Чечении этих двух дней, которые он там не прилетал, их никто-то посмертно скалпировал. Зачем? Мои мозги это не берут. Мои мозги это совершенно не берут. Опять же, если это армяне, то эта территория под контроль на Азербайджану. То есть, армяне должны были вернуться, чтобы скальпировать. Получается так? Зачем скальпировать? Просто я помню маленького мальчишку в какой-то розовой шапочке. И Чингиз мне сказал, ты знаешь, я нормально боюсь шагать по боку без бронежилета. Потому что я заснял это. То есть, Чингиз полагал, что это сделала не армянская страна, а азербайджанская. А он ничем не мотивировал, зачем это нужно было делать? Знаете, Вадим, если он прежней профессии врач, ему в мозге тоже это не лезло. Мы вместе были совершенно шокированы. Я ушла от Чингиза в гостиницу, выпила полбутылки водки, чтобы как-то заспать после увиденного. И утром пошла на разговор с муталибом. И после увиденного я не могла не спросить его про это. И он допустил, что это сделали народофронтовики азербайджанские, чтобы его свернуть от власти. Что и сделали. Сразу после этого. И я тогда поняла, что этот разговор тяжелый для нас обоих. Что в Чехии этим никто не интересуется так глубоко. И что надо это печатать не в Чехии, а в России. Поэтому я договорилась со своими друзьями в независимой газете. Они сделали расшифровку разговора и напечатали номер из поэму дата. 2 апреля 92 года. Что сказал Муталибов, что это... Это там все есть. Вы знаете, я полагаю, что... Он допустил, что это сделали, чтобы его свернуть, чтобы просто создать... Да, и не жалко получается им, потому что это все-таки не азербайджанцы, а турки-месхитинцы, которые сами жертвы... Да, хороооооо... А...